Я пришла сейчас из улицы, но шапку пока не снимаю. Ну, с вами поговорю, тогда сниму. Просто мне сейчас позвонила неожиданно, ну, моя знакомая, скажем так, вернее, родственница. Просто я не хочу называть имя. Ну, может, ей будет неприятно то, что я про нее рассказываю. А может, ей будет и все равно. Ну, в общем, неважно, какое имя. Вот, и она мне недавно позвонила. Вот сейчас, буквально 10 минут назад. И рассказала, у нее однокомнатная квартира, но ей стало мало места. И она переехала в двухкомнатную квартиру и решила свою квартиру сдать. Она нашла квартиранта, все, сдала. Уже они там живут где-то полгода, все хорошо. Каждый месяц платили за квартиру, не было никаких проблем. Вот, пока в этом месяце, вот, она мне позвонила и рассказывает. Представляешь, пришел счет за электричество, 165 евро. Вот, и она не могла понять, почему так дорого. Она говорит, сколько у тебя пришел счет? Я говорю, ну, у меня, как всегда, такая же самая сумма, в принципе, больше не стала. Ну, и она стала разбираться. Потому что в прошлом месяце у нее был счет 33 евро только за электричество. Вот. И она начала звонить в Латвэнерго. Они сказали, что был перерасчет с 1 января. И поэтому такая сумма. Оказывается, у нее выровненный платеж. То есть, раз в год делается перерасчет, и каждый месяц в течение года одна и та же сумма. Это вы представляете? Это 165 евро. Она теперь будет платить. Ей придется платить каждый месяц в течение года, пока в следующий раз не сделают перерасчет. А оказалось, что у нее квартира, хоть там и есть центральное отопление, но она очень холодная. Она говорит, что у нее угловая квартира, там очень сырые стенки и очень холодно зимой. И, видимо, квартиранты, ну, как потом выяснилось, она им позвонила, да, они подтвердили, что они потапливали квартиру электрическими обогревателями. Поэтому получилась такая сумма. Но самое интересное, что они уже отапливались давно, но ничего ей не говорили. И приходила сумма вот 30 евро, и они молчали. И вот пока не сделали перерасчет, и такая теперь сумма. И она в шоке, не знает, что теперь делать. Она квартирантам объяснила. Они сказали, да, мы топились, все. Ну, а что делать? Они начали жаловаться, что квартира очень холодная. Мы тогда будем съезжать, они говорят. И будут искать более теплую квартиру. Но они за последний месяц заплатят, и все. И больше они сказали, ничего, платить не будут. В общем, моя знакомая, родственница, скажем так, пала на большую сумму денег. Я ей, конечно, очень сочувствую. А к чему я это все рассказываю? Я просто хочу предупредить людей, кто собирается сдавать квартиру или уже сдает. Обязательно проверьте, какой у вас заключен договор с Латвэнерго. Если у вас выровненный платеж, то лучше, конечно, поменять на другой договор. Мне сестра еще говорила, когда она звонила в Латвэнерго, она сказала, мы вам поменяем договор, чтобы вам было удобнее, ну, чтобы по счетчику каждый месяц. Вот. И она сказала, что они еще там начали предлагать, там у них в Латвэнерго этих пакетов всяких разных. Начали еще предлагать какой-то очень выгодный пакет, что там самые низкие цены будете платить. В общем, ей там предлагали, предлагали, она слушала, слушала, уговаривали ее, уговаривали. А она говорит, а этот договор, который вы мне предлагаете, он бессрочный? Они говорят, нет, нужно с нами заключить договор на 7 лет. Не, ну вы представляете, на 7 лет. Вот. А она говорит, а если я там, ну, через год передумаю, захочу расторгнуть договор? А они говорят, если вы захотите расторгнуть договор, тогда придется платить там какую-то разницу, короче, штрафные санкции и круглую сумму. Нет, ну вы представляете, а если бы она не спросила бы, они бы, может, и не сказали бы. То есть такой информации нигде нет. Может быть, у них где-то и есть эта информация на сайте, да? Но попробуй там во всем этом разберись. Это же очень сложно. Особенно если пенсионеры, например, пожилые люди, да? В общем, я поняла, что когда квартиру сдаете, выровненный платеж лучше договор не делать. А снимать все каждый месяц показания и самим считать, все контролировать. Так же самое и за воду. Лучше раз в месяц приехать, самим снять показания воды, счетчиков, электричества и самим контролировать, чтобы не было никаких проблем. Если, например, лень приехать раз в месяц, да? Ну, сейчас же всякие программы, уже технология идет вперед. Можно через WhatsApp сказать, чтобы он вот сейчас подошел и показал вам показания счетчиков. Да, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот. И я бы еще рекомендовала бы, когда сдаете квартиру, чтобы тоже не было проблем, брать всегда предоплату за первый месяц и за последний. Потому что очень много случаев, когда жильцы съезжают и за последний месяц ничего не платят. Просто мне стало очень жалко свою родственницу. Я ей очень, конечно, сочувствую. Поэтому мне захотелось рассказать всем, предупредить, чтобы кто-то так же само не вляпался. Как говорится, будем учиться на чужих ошибках. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!